Подъемный кран, доски, шифер и несколько рабочих в помощь. Почти две недели Анатолий Костенко, отец детей и бывший муж хозяйки дома, восстанавливает крышу. Процесс трудоемкий и опасный. Говорит, вначале долго разгребали мусор и демонтировали остатки крыши. И только после стали восстанавливать. В понедельник, я думаю, балочная система будет стоять на месте, и здесь уже приступят бригады, в течение недели все сделают. Крыша вспыхнула в ночь с 3 на 4 января. Возгорание произошло на месте пересечения дымоходной трубы и чердака. Пожарные сработали оперативно, но кровля сгорела практически полностью. Пригодной для жилья осталась лишь одна комната. После пожара самое сложное было придумать новую конструкцию крыши по соотношению к навесу. Сейчас балочная система готова наполовину. Сложность состоит в том, чтобы сохранить жилые комнаты, чтобы на них не обрушились потолки. Неравнодушные соседи сообщили о беде в социальных сетях. Телеканал «Милет» тоже не остался в стороне. В одном из выпусков информационной программы «Хаберлер» был показан специальный репортаж. Сейчас очень тяжело и финансово, и вот это вот все. И, как говорится, дети у мамы, она тоже переживает за них, как там чего. Администрация Симферопольского района сразу отреагировала на беду. Рабочая комиссия выехала на место, чтобы оценить обстановку. Был составлен перечень необходимых материалов строительных. И на данный момент администрация выделила сюда 90 листов шифера, лес для постройки каркаса, крыши, гвозди. Ну, все необходимое. Временно семеро детей живут у бабушки. По совету работников администрации, женщина собрала необходимые документы для получения материальной помощи и передала их в Департамент труда и соцзащиты населения Симферопольского района. Сельскому совету большое спасибо за помощь. Надеюсь, в дальнейшем на их поддержку. Местная власть заверила, пока дом не отремонтируют, они будут помогать семье. Уже на следующей неделе привезут очередной продуктовый набор и стройматериалы. Севелия Меметова и Эрвина Миралиев, телеканал Миллет.